60 и алюминий да здесь стоит алюминиевый капот друзья мои по заводу у нас герметы по заводу у нас анти шум ну и в принципе уже культура технологическая китайская очень очень растет но я бы советовал потому что посмотрите сухо а значит будет очень мокро зимой что у нас под капотом действует классический 6 ступенчатый автомат проблемные места это конечно же банка банка вы знаете по банке 23 друзья это тех обзор на кроссовер хайма 8s конечно же китайцы ответим на все вопросы оцинкован не оцинкован замерим лкп реальный клиренс поговорим о ресурсе двигателя конечно же посмотрим как он подготовлен к нашим условиям эксплуатации обязательно знаю ваши вопросы задам и расскажу по поводу запчастей в общем по регламенту стоимости регламентов по рекомендациям по маслам все расскажу погнали да и жду ваши вопросы и комментарии от реальных владельцев конечно же вопросов всегда о продуктам китайским много поэтому жгите в комментариях на все вместе со специалистами ответить самое время поднять наш хайма 8s на подъемничку посмотреть как он подготовлен к нашим условиям эксплуатации поехали смотрите что по заводу по заводу у нас гермет и по заводу у нас антишум ну и в принципе уже культура технологическая китайская очень очень растет но я бы советовал потому что смотрите сухо сухо а значит будет очень мокро зимой спереди у нас макферсон сзади у нас многоры чашка у нас три рычага 1 2 3 и амортизатор в общем то все схемы понятны и логичны поэтому уточнил у дилера запчасти есть специально узнал если например лобовое стекло есть если бампер есть если элементы например стойка но в сборе есть отдельный амортизатор отдельно наконечники в общем то все запчасти есть потому что вы всегда жалко что иногда запчасти не хватает все это есть ну и что касается конечно же антикора посмотрите вот у нас эти самые гермет и но задняя часть она голая голая по заводу поэтому что надо делать правильно дополнительно обрабатывать здесь на хайме 8 с все берет на себя дилер поэтому вы получаете автомобиль сразу же подготовлены это большой плюс что у нас под капотом даже надпись и gdi да здесь стоит двигатель 16 и gdi 182 лошади хотя встречала в некоторых источниках и вариант 194 но это китайцы по разному меряют они лошадиные силы здесь стоит классический 6-ступенчатый автоматы что сразу бросается в глаза то что все подкапотное пространство закрыта пластиком то есть вам не нужно сюда лезть хотя есть отдельная горловина помывайки есть охлаждайка есть тормозная и есть вот этот самый крючок щупа остальное все уже даже вот аккумулятор нужно залазить под вот эту крышку ну мы с вами естественно я без перчаток но надеюсь меня целый день сегодня ездим сниму шубу шуба это хорошо чтобы это все-таки еще одна звукоизоляция двигатели как и собственно говоря архитектура то есть тележка на которой построен хайма 8 с это оригинальная разработка хайма тележка хайма глобар архитекта и вот посмотрите сам движок с м а то есть ну явно это собственной разработки хотя мы встречаем здесь и другие марки вот смотрите макли то есть система впрыска также большой вопрос у меня какая турбина можно посмотреть единственное что так можно сказать что да действительно у нас четырехцилиндровый рядный поперечного расположения двигателя ну все по классике опять таки и не зря говорят что ноги растут из мазды хотя в принципе весь вак построен на таком же решение подкапотного пространства и заканчивая вот обзор именно движка хотя стоит на бачке на крышке бачка типа можно лить 92 автопанорама настоятельно не рекомендует лить в турбированное сложное да еще с прямым впрыском либо с распределенным с каким угодно впрыском турбированные бензиновые движки или 92 бензин ребята лейте 95 а в жаркую погоду когда большой перегрев двигателя даже можно 98 а если уже льете 98 то или лети 98 чтобы октан корректор вам ничего не купил поэтому вот такая история пишите ваши мнения еще раз надеюсь очень на реальных владельцев которые точно знают и какие вопросы возникают по этому движку и что у них по регламенту выбивается ну еще на что пишите пожалуйста комментарии ждем еще хочу обратить ваше внимание на обработанный стакан дилер молодец вот антикоррозийную обработку вот по крайней мере тестового автомобиля он сделал правильно все дверцы пролиты все щели пролиты стаканы пролит ну класс друзья конечно же вас интересует оцинкован этот кроссовер или нет производитель заявляет что он оцинкован проверь у нас параметрированный прибор сразу скажу что дилер опять-таки постарался и это нужно делать защитил проблемные места бронепленкой это хорошо я рекомендую обязательно новые автомобили делать это обязательно почему я улыбаюсь первым делом капот и вы знаете вопрос даже не в толщине в каждом из элементов я буду проверять в двух местах толщину покраски здесь 70 микрометров но что меня удивляет 60 и алюминий да здесь стоит алюминиевый капот друзья мои поэтому вопрос коцинковки но у меня например по капоту не возникает меряем дальше крыло передние 7080 не оцинкованная передняя дверь 7070 давайте еще снизу 90 оцинкованная 190 оцинкованная сразу же проверяем поемы 100 ах вот здесь вот уже 80 и конечно же чистый металл показывает на проемах смотрим заднее крыло 80 70 не оцинкованная крышка багажника она у нас металлическая 7070 чистый металл ну и давайте крышу завершим 90 80 крыша не оцинкованная давайте еще глянем стоечки стоечки в бронепленке потому что показывает у меня 200 то есть явно бронепленка как раз добавляет нам толщины но главного просто у меня был оцинкованный или нет стойки чистый металл получается оцинкован только двери ну и алюминиевый капот ну и давайте я долезу не долезу но попробую 60 понятно что там сильно очень сильно чистый металл то есть я вам скажу что оригинальная толщина краски пухаемый 8s где-то 60 микрометров элементы покрашены ровно 70 80 90 в общем то понятно что красят роботы из плюсов больших отмечу что у нас алюминиевый капот это для меня большое удивление и у нас оцинкованные дверцы то есть навесное оборудование остальные элементы и самое главное сам корпус автомобиля показывает мой толщиномер не оцинкован поэтому пишите в комментариях можно ли назвать что автомобиль оцинкован вот на ваш взгляд оцинкован он или нет но сейчас самое время замерить клиренса специально зашли в автосалон а потому что машина стоит на ровной поверхности до на ровном полу и наша задача есть честно производитель заявляет что при максимальной загрузке клиренс составляет 160 миллиметров при вот так скажем не загруженной автомобиле где-то около 200-210 ну что поехали проверять и так где у нас самые проблемные места проблемные места это конечно же банка банка вы знаете по банке 23 проблемное место задний рычаг тоже с запасом даже больше 24 сантиметров отдельная история это пороги по порогам тоже с запасом получается 27 сантиметров ну и вопрос что у нас с картером запомню что в оригинале вот здесь даже на товарной машине у нас нет защиты картера но тем не менее ну вот здесь 22 то есть 21 с половиной 22 реально самая низкая точка это элемент крепления защиты и здесь она вот видите где-то 21 с половиной 22 так что можно сказать что клиренс автомобиля если он не загружен где-то около 21 с половиной сантиметров ну а сколько грузить в него это уже решать вам мешков картошки ну а поможет мне разобраться с нюансами по технической эксплуатации хайма 8s денис горгун все как есть подскажет от начальник станции фирменной станции техобслуживания на стебельного здравствуйте и денис здравствуйте ну сразу же вопрос понятно что вашей станции парад авто обслуживала много мы вас знаем уже наверное лет десять и citroen и opel ну много брендов вот как вам с брендом хайма он для вас новый он проблематичный он так скажем сложный как с китайцами общаться достаточно предсказуемый автомобиль технически все понятно все болтики на месте расположены вот такого его замудренного да здесь нет все интуитивно даже можно сказать понятно вот проблем еще с автомобилями не было у нас на автомобилях сама много проехала есть 13 тысяч пробега знаний никаких нюансов то есть сделали то он или ну первое то на пяти тысячах пробега сделали ну сейчас ждем уже думаю недельки через две-три приедет автомобиль на то второе это на 15 тысячах то есть регламентное обслуживание через десять тысяч первое пять и потом каждые десять тысяч что касается гарантийных обязательств какая здесь гарантия от завода ну и что делаете вы и дилер какая поддержка завода идет поддержка полная то есть запчасти все большой склад есть в москве у нас склад достаточно емкий и кузовные элементы у нас есть стекла фары бампера ну амортизаторы мы завозили в одноконечники рулевые тяги рулевые рычаги стекло лобовое есть стекло лобовое есть точно да и на семерку вот я просил проверить бампер лобовое стекло бампер есть лобовое стекло решетка подвеска ну условно говоря стойка в сборе какая-нибудь есть стойки в сборе нет есть отдельно пружина отдельно стойка верхняя нет верхнюю чашка еще не поехала но в принципе вы держите для это есть то есть тормоза есть на нее полностью и на семерку и на восьмерку не только расходники потому что многие желаются вот даже на расскажем бренд который здесь у нас в беларуси производится приходится ждать лобовое стекло два-три месяца нет это у нас есть то есть все есть даже по два или по три стекла и на семерку на восьмерку есть на складе ну а что касается гарантийных обязательств вот у вас заявлено 5 лет или 100 тысяч на что и как пять лет 100 тысяч в целом на автомобиль но есть ограничение 36 месяцев и получается 60 тысяч километров пробега это коробка стартер-генератор чуть-чуть меньше там 20 тысяч либо год на аккумулятор то есть на двигатель все пять лет сто ну и остальное хром-элементы тоже там 36 месяцев обращаю внимание тоже важный аспект резина вся резина резинки например пыльники нашелся да вот пример то есть у нас наш зритель жаловался о том что он сорвал сорвал шрус но вы понимаете пыльник за счет этого естественно там вся все в песке я и шрусом ударов выход вышел и шрус и он долго доказывал что это гарантийный один из дилеров очень по полочкам разложил его что так как он порвал вот это механическое повреждение это гарантия распространяется то есть тоже имейте ввиду друзья мои владельцы ну по крайней мере осматривайте ваш автомобиль потому что такие моменты вот как например ну понятно там дворники многие потом жалуются ой у меня задний дворник например порезал стекло почему потому что пыль набивает налево да нет вот погрунтовки проехать просто лень бывает просе рейдинга до протереть и пошла все горит меня гарантийный случай но ребята такие вещи хорошо но у вас вот у меня конкретно от имени будущих владельцев и текущих владельцев хайба вопрос на что обращать внимание потому что все таки слабые моменты мы знаем мы автопанорама знают вы как обслуживаете у любого китайцы не не только у китайцы и посмотрите и опеле им ситроенов вот у вас то что на обслуживание вот взять на тоже подвеску рычаги и передние наконечники ролевых тяг да ну то есть с нашими обочинами особенно с правой стороны абсолютно неожиданно даже в течение первых десяти тысяч человек может сказать в юге полки что у меня с рулем вполне поэтому я всем говорит друзьям и на вот эти вещи обращать я отметил в нашем тестом автомобиле вот вы сделали и я знаю что это входит в стоимость автомобиля за это деньги не берут вывод по-честному потому что и стаканы пролиты и не за дверь пролитой скрытые полосы его к вам все прямо с запасом да но опять же гарантий вы боитесь можно сказать что мы перестрахованы то есть я уже сказал не боюсь она в принципе меня свой кореец он тоже внутри только грунтован машине 16 лет и она все 16 лет здесь новый приобретал то есть ну про за антикурили сразу потом лет пять-семь не трогал начал обновлять ну есть нюанс потому что все машины внутри азиаты только грунтованы ни одной не видел я чтобы прокрашивать раньше вы знаете фирменные сервис-центры как-то так смотрели на обработку мы этим не занимаемся если надо идите сейчас это обязательно вы делаете это обязательно со всем модельным рядом хм и на минивэд я заслужил плюс скажите вот дополнительная инспекция потому что но люди пугаются хочу я должен вкладывать да хотя мы все это говорим у нас есть обзоры на канале найдите это антикоррозийная экспертиза ребята все ваши деньги которые вложены в бронеплёночку да в антикоррозийную в обработку они вам вернутся при продаже вот поверьте стоит и через три года через пять районе а тем более сейчас машина ну все-таки не на два на три года не пошел не взял новый кредит а подольше срок эксплуатации поэтому нужно смотреть за кузовом тормоза я обращаю внимание что практически все автомобили китайцы нижние в этом смысле после зимы записают тормоза наша соль наш песок забивается суппорта и по сути это тоже абсолютно ну такой типичный мне девушка одна пишет говорит у меня стала вести машину после зимы прижата за да 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 суппорта прижата и говорит обращайтесь там что-то около 60 рублей стоит одна ось да я думала профилактика направляющих суппортов да то есть это стоит делать после зимы амица до развал схождения ведь вы смотрите проверяем что входит в регламент так скажем обслуживание стандартного то 10 тысяч 15 у нас будет то есть ну 5 до 5 до 15 проверка тормозной системы входит потом так что замена масла понятно фильтр воздушный каждая то меняется свечи меняются через 20 то есть на 25 свечи меняются потому что там свечи немножко по цене подороже тулу получается если замены ризиевая свечи да стоит там 200 рублей свечи стоит 200 рублей нормально а можно свои купить ну дешевле мы про мониторе не получится на нее прям вот можно выгрузить его свечи там же еще не по длине да 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 конечно ну я так прикидываю за 30 40 долларов 40 долларов 160 получается в оригинале стоят свои патрон можно но я не так не но 200 рублей а согласен то есть 4 свечи хорошо что даже в отрублю касается вообще технического обслуживания какой здесь регламент полухой в плане пробегов или до пробега да что делать 5000 первое то замена масло лево да ну условно 1 но даже по книжке идет но можно нулевое назвать то есть три месяца либо 5000 меняется масло по сути да и там больше основная проверка то есть масло это проверка тормозной системы тормозная система подвеска я просто к чему вы смотрите ли вы на стандартном туон например развал схождения развал схождения проверяем на 15 на 15 раз в год и свечи 20-25 коробка масло производитель заявляет замену 60 месяцев либо 100 тысяч 100 тысяч частичная замена масла частичная замена масла но то есть регламент при полной замене когда и разбирается коробка снимается картер фильтр который встроен это только с разбором коробки но пока этого ничего не известно ничего не известно и производитель как бы только рекомендует частичную замену масла раз в 100 тысяч километров либо 60 месяцев прошить вниз а что вот известно заметил что и система впрыска здесь ну как бы не хаймовская и вот bosch много где надписи bosch здесь датчики все bosch но к других не видел система управления системы безопасности да обычно ставится многие китайцы в bosch потому что там заводы а в принципе многие известные бренды как раз могут здесь стоять но я думаю что как говорится вскрытие покажет ну что давайте граним машину давайте но специально мы попросили вот дилера поднять на подъемник именно машину по заводу то есть не тестовая в тестовый автомобиль он уже прантикурит дополнительно обмазан стоит пыльничек да вот у нас сейчас машина что называется в заводском исполнении но давайте спереди начнем у нас пыльника отсутствует пыльник идет как топ-опция вообще защита картера есть и стальная пластика стальная стальная то есть дилер ставит защиту и я рекомендую если вы ездите все таки куда-то в пампас и ее поставить спереди у нас классика макферсону чему-то тут плюс металл вот никаких тут алюминиевых деталей нет спереди у нас дисковые тормоза вентилируемые ну это уже тоже стала нормой обратите внимание вот то о чем я просил посмотрите как учатся сами китайские производители посмотрите какой жирный жирный но это такой анти шоум антиграф защита да но вот посмотрите сухо внутри не горит а когда хорошо что сухо ребят вот это не очень хорошо что сухо потому что опять таки все силовые конструкции в данном случае у лонжероны которых есть дополнительная вентиляция туда с нашей зимой заливается песок и соль и если вы не прольете опять таки дилер вот эту всю машину без дополнительных затрат берет на себя затраты все проливать обратите внимание на шовные герметы ну я не знаю все таки по заводу это так идет потом человек и рукой видите на сварных швах да то есть есть эти герметы но самое главное вот здесь да то есть в принципе я бы сказал что было лет пять назад когда пыли полностью голые и кстати до сих пор есть некоторые бренды марки смотрите наши тех обзоры которые по заводу приходит голыми полностью голыми здесь в принципе ну скажу что неплохо ну задней части конечно грустнее ситуации видите все все голое да гермет и есть по сварным швам но ведь и задняя часть ведь именно в задней части подкидывает всю грязь соль она собирается у нас бачок пластиковый без каких-то дополнительных защит у нас термошуба на системе выхлопа кстати поэтому когда антикориум выхлопная система снимается полностью не снимаем все экраны и заливаем потому что так надо так правильно сделано так правильно сделано кстати отмечу что у нас выхлопная система с двумя патрубками и она ну как частично сегментированная да есть кстати под глушителем под экраном тоже есть обработка такая же нанесена именно под самим экраном глушитель есть но обычно на запаске как раз и прогнивает вот эта вот часть в багажнике если не делать обработку ребят не жалеете не просто если даже дилер сделал за свой счет а он знает что это правильно это нужно не жалейте раз в год дополнительно ну например вот болты которая дает развал схождения если они закисают в принципе даже на фирменных то вы заливаете чем-нибудь болты при тех обслуживании нет а в ремонте а вот если мы возьмем туда если уж туда залезли но в принципе я рекомендую всем основные болты проливать антикором который вам даст через 35 лет не закоревание даже мелочи у многих но я не знаю здесь запаска с багажником и ноги пока запаска снизу и если вы 35 лет ничего не делали вы потом в самый ответственный момент зимой просто не открутите в вашу запаску никогда не открутить смотрим дальше у нас многорычажка сзади многорычажка это комфорт это хорошо опять таки здесь все элементы стальные раз два три три основных рычага многорычажки и у нас опять таки дисковые тормоза не вентилируемая сзади ну в принципе вот мы говорим что здесь на подвесах и японцы висят и французы по схеме по подходу это полностью то то есть ну ничего нету никаких выдуманных велосипедов до изобретенные все понятно все логично обратить внимание что вот то о чем я говорил на тест-драйве меня удивило шумоизоляция даже на грунтовке когда по идее камни бьют стояла тишина почему и спереди и сзади некоторые экономят ставят например только сзади или только спереди ставят пластик и все у вас просто трамвай не автомобиль здесь молодцы вот она фетровая велюровые парочки и все хорошо про углы въезда и заезда я не буду говорить потому что в принципе это не внедорожник они есть у нас здесь износустойчивый пластик даже если а кстати вот смотрите это все по сегментам разбирается да здесь можно заменять нет это все ли то азаная часть вся ли то прикручивается сам банк ну хрома не так много но хром есть обращая внимание что с нашей солью с нашими зимами вот эти все элементы они могут превратиться но не самое красивое зрелище но в принципе только время давайте смотреть столько время мы всегда раз вас рады видеть тестовая машина есть вот зиму надо как минимум хорошо темы разбирали в своей двери двери пролиты верить на играли то позову перед антикором мы снимали обшивку одну сломали просто спортивный интерес сняли пролит но пистона подходит потом стандартные да то есть без проблем стандартный набор условно с алиэкспресса вот это хорошо прям ничего там сверхъестественного что все должно ходить без проблем давайте посмотрим через три пять лет что будет с этим автомобилем регламент техобслуживания и стоимость значит нулевое то нужно делать на пяти тысячах обязательно это настаивать завод и дилер стоимость его 370 белорусских рублей то есть это готово 120 до 115 долларов далее каждые 10 тысяч либо не реже чем раз в год нужно менять масло и фильтры на 20-25 тысячах рекомендует дилер менять свечи свечи в серии девы ну где-то на 60 тысячах частично вообще на 100 но если вам правильно очень хочется поменять лучше на 60 тысяч цена замены частичные масло в коробку передач с полной замены фильтра масляного фильтров это будет стоить 1100 1200 белорусских рублей вот и считайте что касается доп вещей которые я рекомендую обязательно поставить но дилер ставит это стоит 370 рублей стальная защита картера в принципе если у вас хайма 8 с едет только по городу вам не нужна стальная защита пускай она проветривается с нашей зимой с нашими перепадами плюс-минус пусть лучше вся эта соль да она есть но она будет проветриваться но если вы отправляетесь пампасы куда-то не знаю ездите на даче по грунтовке по лужам по грязи все это будет заливаться к вам плюс конечно же камень словить нужно плюс дилер ставит сетку в фальшо-радиаторную решетку это тоже многие спорят зачем она мешает вентиляции она мешает работе нормальной системы охлаждения ребята с нашими камешками по зиме лучше чуть хуже будет хотя тоже не доказано система охлаждения чем у вас будет пробит радиатор видел я это я с этим сталкивался так что вот такие цены пишите сколько у вас стоит обслуживание хайма в с 8 с и с какими вопросами либо проблемами сталкиваетесь к и друзья но скажу что не так уж и гол наш сокол хайма 8 с и вот в тест-драйве я отвечал на ваши вопросы на ваши сомнения по поводу вообще претензий к китайским кроссоверам мол не оцинкованы здесь частично есть оцинкован элементы навесные оцинкованы алюминиевый капот реальный клиренс все честно при максимальной загрузке 160 при незагрузанной машине 200 даже 210 в некоторых местах ну скажу что во многом вот это то что руководство хаймы заявила что мы должны быть иконой качества в китае вы знаете ну конечно же должно пройти время но то что китайцы быстро учатся то что они стараются это видно видно как раз по этому кроссоверу потому что многие технические решения ну я вам скажу что и японца рядом ставишь и европейцы ставишь рядом особенно одноклассники я вам скажу что по некоторым позициям хайма даже лучше ну ну но это мое мнение спорте в комментариях оставляйте отзывы реальных владельцев потому что нам очень важны с какими претензиями с какими вопросами по эксплуатации сталкиваетесь вы поверьте на все ответимая низко кланяюсь вот до самой земли всем тем кто пишет вот такие огромные прямо на тома отзывы в которых подробно рассказывает что сколько где стоило с чем он столкнулся какие проблемы он решил и как потому что это помогает не только нам редакции не только дилерам не только заводчанам но в первую очередь будущим владельцу многие спрашивают автопонраму давайте давайте ваши техобзоры потому что я не знаю покупать не поэтому ну пишите сейчас вы готовы купить хайма 8 с меня зовут павел переневский автопанорама в моем сердце надеюсь в вашем пока